Казахстан Здравствуйте! Тема урока. Казахское общество во второй половине XIX века. Сегодня на уроке проанализируем негативные влияния колониальной политики на развитие национальных ценностей. Объясним идеи представителей течения Зарзаман, отражающие историческую судьбу казахской национальной государственности. Предпосылки и условия появления течения Зарзаман В начале XIX века на смену поэтам-певцам-сказителям XVIII века приходят поэты XIX века со своим самобытным творчеством. Акыны, ранее воспевавшие подвиги батыров, национально-освободительных движений, которые стояли на рубеже своей родины, теперь стали писать о повседневной жизни, описывать внутренний мир отдельных людей и их слова и поступки. Основными темами их творчества становятся события, связанные с колонизацией края Российской империи и национально-освободительным движением. Зарзаман – эпоха скорби, литературное направление, связанное с упадническим настроением в результате колониальной политики Российской империи и проведения административных реформ 1867-1868 годов. Акынов одной эпохи и одного направления назвали Акынами Зарзаман, сказал Мухтар Ауэзов. Поэты середины XIX века, названные эпохой Зарзаман Мухтаром Ауэзовым, в своих произведениях воспевали былые годы независимости, говорили о необходимости единения народа. Они не хотели мириться с колониальной политикой царизма, с обнищанием степняков и переживали за будущее народа. В своем творчестве поэты осуждали взяточество волосных управителей, падение авторитета биев и доносительство. Одни поэты, не видя выхода из создавшегося положения, стали искать его в распространении идей о лучшей жизни в ином мире. Другие ушли в идеализацию прошлого, так как подавление ряда восстаний первой половины XIX века вселило в них неверие в будущее. Политические взгляды представителей литературного течения эпохи скорби. В первую очередь, это борьба за независимость. Также сохранение кочевого образа жизни и кочевых традиций. Уважение к родному краю. Ислам. Основной идеей произведения течения Зарзаман является целостность народа и государства, где основополагающими являются понятие единства «берлик» и государство, народ, ель. На этом пути поэты видели сохранение особой ментальности и национального характера степняков, а вместе с тем казахов как народа. Яркими представителями 40-х-60-х годов XIX века эпохи скорби являются Шортанбай Канай Олэ, Дулат Бабатай Олэ, Мурат Монке Олэ. В своих произведениях прежде всего они описывают скорбь по былым временам, а также восхваляют героев национально-освободительного движения. Выдающимся поэтом был Шортанбай Канай Олэ, который жил в 1818 по 1881 годы. По одним свидетельствам Шортанбай родился в отрогах Каратау, по другим – на Сырдарье, по третьим – на Балхаше. Но так или иначе большую часть жизни провел среди казахов сарарки и обрел широкую популярность как поэт. Похоронен на территории шведского района Карагандинской области. Известен произведениями «Зарзаман» – «Эпоха скорби», «Опасыс жалган» – «Обманная жизнь», «Балазара» – «Жалобы ребенка». В 1882-1890 годах они неоднократно издавались в городе Казани отдельной книгой. Шортанбай подверг острой критике несправедливость и высокомерие эксплуататоров, не боясь открыто об этом говорить. Его творчество имело огромное познавательное и воспитательное значение. Дулат Бабатайулла. Годы жизни 1802-1878. Дулат Бабатайулла родился в Семипалатинской области, близ реки Аягуз, был выходцем из рода Найман. Получил мусульманское образование, хорошо владел и знал классическую литературу Востока, а также владел письменной грамотой. Произведения Дулата Бабатайулла дошли до наших дней в виде рукописей, книг и изданных типографий того времени. Первый его поэтический сборник был опубликован в 1880 году о Сиетнамана Зидане, который издали в Казани. Поэма «Еспенбет» была впервые опубликована в 1959 году в журнале «Жолдос». В 1990 году произведения Дулата были изданы отдельной книгой. Поэт Дулат Бабатайулла призывал своих произведений молодежь к патриотизму, трудолюбию, служить народу и быть воспитанным. Также любил свою родину, казахскую степь, и описывал ее природу. Разносторонним показал суровость жизни, критиковал колониальную политику царизма, противоречия современной действительности. Дулат призывал быть людей добрыми, вести правильный образ жизни, справедливыми. Своих произведений с болью повествуют о том, как проводилась колонизация края, национально-освободительные движения казахского народа. Шерния Жарлгасула. Годы жизни. 1806-1867. Родился в Уильском районе Актюбинской области. В 15-16 лет был известен, как поэт-импровизатор, участвовал в айтысах состязаниях. Также был непосредственным участником национально-освободительной борьбы во внутренней орде 1836-1838 годов. В обществе были известны произведения Шернияза, посвященные национально-освободительному движению, в которых он воспевал руководителей восстания и показал им свою любовь. Большую известность среди народа получила стихотворение обращений к султану Баймагомбету, а также осуждения, посвященные биям, олену и козы, которые жестоко относились к своему народу. Мурат Монкеоле. Годы жизни. 1843-1906. Мурат Монкеоле родился на территории нынешнего Казалгагинского района Атыраусской области. Учился арабской грамоте у аульного мулы, с детства увлекался произведениями устного народного творчества и учил их наизусть, очевидец всех отрицательных последствий колонизации Казахстана. Призывал народ к борьбе против колониальной власти, сочинял героические эпосы и пламенные стихи. Мурат знал наизусть множество произведений устного народного творчества и пропагандировал их. Творения Мурата вошли в сборник произведений Акынов «Голос пяти веков». В своей эпической поэме Ушкиян Мурат Монкеоле осуждает колониальную политику царской России. «Отобрав едиль, взяли нас за подол. Отобрав жаик, взяли за ворот. Отобрав уил, достигли всего». А теперь посмотрите короткое видео. Мурат Монкеолу мечтал о независимости нашей страны. Он писал об освобождении человека от рабства, суеверии и религиозной необразованности. Его отличительной чертой явило способность живо отвлекаться на события современности. Это придавало его произведениям особую актуальность. Следующий представитель течения «Зарзаман» – Шуже Коржаубай Оле. Годы жизни 1808-1895 год. Шуже Коржаубай Оле – это урожение Козелтурской района Кокчетавской области. Будучи слепым с детством, Шуже играл на кабызе, сочинял стихи. Все его стихотворения были посвящены бытовой жизни и бытовым проблемам. Источником существования были его произведения. В своих произведениях он никогда не изменял правде, смело разоблачал произвол, двуличие, алчность и другие недостатки казахского народа, а также действия султанов, правителей и биев. Несанбай Жаманкул Оле. Годы жизни 1812-1871 год. Знаменитый казахский акын, поэт-импровизатор. Прежде всего прославился тем, что был непосредственным участником восстания Кенесары Хасамула. В своих произведениях воспевает героизм участников восстания, храбрость, мудрость Кенесары, его полководческую одаренность, все трудности, которые выпали ему до гибели. Стал известен современникам благодаря своему эпосу «Наурусбай Ханшаэм». Сюжетом для эпоса послужили подвиги верного соратника и брата Кенесары Наурусбая. В целом творчество поэта – это кладезь мудрости, назиданий, имеющий глубокий воспитательный характер. А теперь давайте проверим полученные знания. Первое задание. Продолжите, пожалуйста, предложение. Основная тема произведений Акынов эпохи Зарзаман. Проверяем. Основная тема Акынов эпохи Зарзаман – это тяжелые последствия колониальной политики в казахском обществе. Следующее задание. Установите соответствие поэтов XIX века с их творческой деятельностью. Проверяем. Дулат Бабатайулэ – первый его поэтический сборник, был опубликован в 1880 году «Осиятнама» на Зидане и издан был в городе Казани. Мурат Монкеулэ – творения поэта вошли в сборник произведений Акынов «Голос пяти веков». Шортанбайр Канайулэ – большую часть жизни провел среди казахов сырой арки и был известен тем, что написал стихотворение Зарзаман. Шернияс Жарлгасулэ был непосредственным участником восстания в Букеевской Орде, которое проходило в 1836-1838 годах. Следующее задание. Назовите ярких представителей течения Зарзаман 40-60-х годов XIX века. Проверяем. Мурат Монкеулэ, Шортанбай Канайулэ, Дулат Пабатайулэ. Подведем итоги урока. Поэты эпохи Зарзаман заняли достойное место в национальной истории казахского народа. Они ярко описали трагедию народа на глазах одного-двух поколений, терявших былую привольную жизнь на фоне военно-колониальных акций царского правительства. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok